Данная книга является художественным произведением. Все персонажи вымышлены и любое совпадение с реально живущими или жившими людьми случайно. Мнение издательства может не совпадать с мнением автора. Александр Еманов Адъютант Палача Книга вторая Часть первая Чиновник. Глава первая Матушка, сделав ангельское личико, обратилась к Катарине ее средняя дочь Богуслава. Но ведь мы взрослее, и нам не надо так усиленно зубрить науки. Может, ты отпустишь нас с Ириной в вену? Тем более, что Агнешка не против. Два возмущенных взгляда с противоположной стороны стола сначала вперись в девушку, затем попытались остановиться на мне. Но я закрылся свежим номером Нойе Пройсиши Цайтунг, делая вид, что погружен в чтение. Сестренки моей супруги тоже хотели в столицу Австрии. Поэтому, чуть было не просверлив во мне дырку, они переключились на тетушку. Та же олицетворяла само спокойствие. Сделав глоток кофе, она поставила чашку на стол и с пугающей улыбкой посмотрела на дочку, которая быстро сникла и опустила глаза. «Для начала не мешает спросить разрешения у Юзефа, который везет свою жену к больной тетушке», — ласковым тоном начала Катарина. «А кто-то сел ему на шею и ножки свесил». Здесь уже все присутствующие девушки покраснели. Улыбалась только Агнешка, которая могла себе позволить взобраться на любую часть моего тела. «Если вам не нужно усиленно заниматься, как Виктории и Мирославе», — тетя кивнула на родных сестренок моей супруги, — «то как быть с языками? Вы худобедно научились понимать по-французски, даже можете читать всех этих дюма и бальзаков, но мне стыдно за ваше произношение. А ваш немецкий поймет только прусский унтер. Да и то исключительно ругань, ведь вы изучали язык Гёте по пьяной брани вашего отца». Мелкие Виктории и Мирослава не выдержали, начав хихикать над более старшими конкурентками. Но быстро сникли, когда ласковый акулий взгляд переместился в их сторону. «А вы, молодые панны, вместо того, чтобы брать пример сестры, собрались забросить учебу ради поездки». «Нам тоже надо скорее выйти замуж», — воскликнула смешливая и юморная Вика, чем повергла тетушку в легкий шок. Теперь уже дружно смеялась вся компания, собравшаяся за столом. Даже я прыснул, но так, чтобы Катарина не заметила. «В отличие от присутствующих здесь неучей», — тетушка быстро пришла в себя, «Агнешка с отличием окончила Варшавскую женскую гимназию, ее знания иностранных языков, географии и арифметики на весьма высоком уровне, что подтверждает Юзеф. А он весьма строгий преподаватель и не делает скидок даже для собственной жены». Что правда, то правда. Я тут начал читать группе девять что-то вроде лекций по географии, экономике и политике. Вроде получалось неплохо, но даже Катарина, посещающая уроки, делала мне замечания насчет излишней строгости к девочкам. Агнешка так вообще поначалу обижалась, но мы обычно решаем все конфликты ночью, взаимному удовлетворению сторон. Сейчас у нас время для кофе, которое следует за завтраком. Постепенно привык к новому распорядку, который мягко установила тетушка. За завтраком все молча кушают, а вот далее, за чашечкой чая или кофе, обсуждаются семейные проблемы. Это было неплохим нововведением. Здесь четыре девицы в возрасте от тринадцати до семнадцати лет могли высказаться, а не только выслушивать приказы с нравоучениями. Эдакая возможность выпустить пар, поиграть немного в демократию и просто покапризничать. Агнешка у нас проходит как взрослая, хотя иногда не прочь подурачиться с более молодыми родственницами. В последние пару дней камнем преткновения и поводом к тихой войне между младшими представителями Мелевских и Свинторжицких, ставших частью семейства Козел-Поклевских, является поездка в Вену. У супруги там давно живет тетя по материнской линии, и тетушка вроде как заболела, или мадам просто заскучала и хочет увидеть любимую племянницу, желательно, с мужем. Пани Беата была вдовой, единственный сын ее погиб на дуэли, поэтому тетя души не чаяла в Агнешке, а вот своего племянника Богуслава просто терпеть не могла. До войны Беата приезжала в Варшаву и даже в наше захолустье, но сейчас не могла или, скорее всего, не хотела. Мне-то все равно, куда ехать. Просто не мешает сменить обстановку, так как все хозяйственные дела я наладил, а в Европу собирался давно. И вот младшее поколение загорелось идеей дальнего путешествия, но порыв быстро был купирован Катариной. В ее решении есть своя логика. Во-первых, я нанял девицам нескольких преподавателей, так как с образованием у них явные проблемы. С учетом того, что в крае было уволено достаточно много учителей-католиков, проблем в подборе достойных кандидатов не было. Во-вторых, я просто не представлял, что делать с этой бандой, которая без тетушки становилась просто неуправляемой. Меня они вроде слушались, но откровенно вили веревки. Но не мог я отказать четырем подросткам, которые много чего успели хлебнуть за последнее время. Поэтому относился к ним чуть ли не как к родным сестренкам. — Луиза тоже вышла замуж, — продолжила Катарина воспитательный процесс. — Только первое, что она сделала в Вильне, так это записалось на посещение лекций местного университета. Там девушкам разрешено не просто посещать открытые лекции, но и получать полноценное образование. — Этого сейчас практически нет ни в одном городе мира, зато есть у нас, под боком, и я хотела, чтобы вы все получили, пусть не университетское, но просто достойное образование. Поверьте, жизнь может сложиться по-разному, и лишние знания никогда не помешают. Мне вот приходилось до многого доходить самой, а сейчас заканчиваю идти с кофе, и идите в классы. Надо заметить, что предложение открыть полноценные женские группы в университете Вильны поступило от одного попаданца. Возмущенному таким нарушением устоев и даже возможным моральным разложением общества Муравьеву я привел отличный довод. Мы, по сути, рушим польское высшее учебное заведение, переводя преподавание и программу на русский. Есть все шансы получить полупустые аудитории на ближайшие годы. Сейчас же, услышав подобную новость, активизируются все прогрессивные девицы империи. Я больше чем уверен, что новый учебный год начнется с оншлага и небывалого ажиотажа со стороны эмансипированных девушек. Как бы в университете места хватило? Ведь вслед за девушками целыми косяками подтянутся молодые люди, что вполне естественно. Главное – определиться с программой и заранее подобрать достойный преподавательский состав. И здесь я тоже посоветовал не воротить нос от поляков или католиков. Если люди знают предметы, способные преподавать на русском, то пусть работают. Что касается политической составляющей, то по нынешним временам проводить агитацию будет только самоубийца. Насколько я понял, фон Кауфман проект поддержал и начал развивать. Константин Петрович не дурак и прекрасно понимает, что в случае успеха данного мероприятия получит немало политических вестов. Не думаю, что пределом его мечтаний является губернаторство в Туркестане. Проекту будет приковано внимание всей империи, даже Европы. Либералы в Питере, скорее всего, будут биться в истерике, ведь это не их задумка. Зато в других городах прогрессивные ректоры наверняка сделают свои выводы, изучив опыт Вильны. Что касается учителей для наших девочек, то мы быстро нашли четыре семейные пары, которые искали место. Главы семейств были уволены после недавних репрессий за незначительные просчеты. Выбор пал именно на женатых и взрослых людей, потому что преподавать надо четырем девицам, и мне не нужны возможные проблемы с несчастной любовью к молодому педагогу. Позже к нашей банде присоединились дети учителей, и у нас во дворце сейчас мини-школа. Благо, места в поместье достаточно, и можно разместить хоть целый интернат. Удачно получилось, что практически все жены наших преподавателей тоже могли обучать детей разным предметам. В первую очередь речь шла о музыке и танцах. Завтракали мы отдельно, своей семьей, а обед и ужин проходили совместно и весьма весело. Я тут еще построил целый спортивный зал, выбрав пустующее крыло. Шведские стенки, козлы, канаты, брусья, турники, скакалки и гимнастические упражнения стали нормой. Уроки физкультуры пользуются даже большей популярностью, чем остальные предметы, поэтому после обеда детишки значительную часть времени посвящают спорту. А еще ваш покорный слуга придумал пионер-бол. Так у нас теперь такие баталии. Интересно, что в игре принимают участие даже взрослые, включая нашего управляющего. Руководит всем Янко, который неожиданно нашел в себе таланты преподавателя физкультуры. Как ударят сильные морозы, мы планируем сделать каток прямо на нашем пруду. Чего ждут с нетерпением дети и взрослые? Коньки уже заказаны специально приехавшему из Минска специалисту, снявшему мерки и обещавшему доставить все через неделю. — Что пишут немцы? — спросила тетя, когда мы остались в комнате втроем. Служенки как раз убирали со стола, а Гнешка пересела в кресло и углубилась во французский журнал. — Я к чему спрашиваю? Ты так многозначительно фыркнул и даже поменялся в лице. Вот же Шерлок Холмс. Теперь уже и супруга начала смотреть на меня с подозрением. Надо как-то выкручиваться. Вечно меня подозревают в каких-то темных делишках, пытаясь прочитать мораль. Мол, остепенившемуся мужчине не пристало заниматься всякой хренью. Прусаки не скрывают радости, что им удалось освоить новый метод коксования. Кокс — это такой вид угля для металлургии, поясняют даму. По их прогнозам, к началу следующего десятилетия они не только насытят металлом свой рынок, но и начнут продавать излишки соседям. Соответственно, это ударит по англичанам и бельгийцам, которые сейчас неплохо зарабатывают на экспорте стали. Но это не главное. В худшем положении окажется Россия, которая сильно опоздала с модернизацией своих заводов. Более того, вывоз металла с Урала затруднен отсутствием железных дорог. К попыткам самостоятельно развивать наши южные месторождения на Дону немцы относятся весьма скептически. У нас нет денег, необходимого оборудования и технологий. Журналист считает, что Пруссия может наладить поставки железа в Россию, как бы дико это ни звучало. С учетом того, что большая часть уральских заводов заложена или много задолжала кредиторам, русскую металлоругию ждут тяжелые времена. Или наши предприятия начнут выкупать иностранцы, те же англичане или бельгийцы. Это плохо со всех сторон, откуда ни посмотри. Я мало понимаю в химии, но ситуация действительно странная. И это все написано в берлинской политической газетенке, подозрительно нахмурилась Катарина. Что касается Урала, то слава Иисусу, твой дядя Альфонс занимается другими делами, а не металлом. — Журналист просто дал общее описание ситуации, — отвечают тети. — Остальное — это уже мои выкладки. В ближайшее время лучше не лезть в металлургию. Хотя для страны данное положение — дел весьма опасно. — Юзек, ты разве собирался покупать завод на Урале? Мне пугают даже твои планы перебраться в Тулу. Благо ты обещал, что в этом случае мы будем жить в Москве, — капризно произнесла Агнешка. А как быть с твоим безумным ученым? У тебя же большие надежды на его будущее изобретение. — Да, чем еще удивить нас, пан Бронислав, — проворчала Катарина. — Пока от него одни убытки. И зачем он взорвал наш сарай? Перепугал всех людей в округе. Даже полицемейстер прискакал узнать, что здесь происходит. Слуги два дня боялись выходить из дома. — Думаешь, что опять что-то взорвется? — Неудачный опыт бывает, — с улыбкой отвечаю тетя и задаю вопрос Агнешке. — Ты разве не хочешь стать женой сталелитейного магната и миллионщика? — Я уже замужем, и меня все устраивает. С голода мы не умираем, даже помогаем другим людям. Ходить обвешанный бриллиантами, пошлой и свойственно всяким нуворишам. — Украшения твоего ювелира гораздо изящнее и красивее, — слышу в ответ. — Если бы ты еще не прятался от общества, а то тебя не заставишь съездить в гости даже к ближайшим соседям. Я, знаешь ли, предпочитаю танцевать с мужем, а не с другими мужчинами. И вообще мне скучно без тебя на всех этих храутах, а дома сидеть неохота. Ты же не вылезаешь из лаборатории или занимаешься всякими богоугодными делами. Да, что-то я последний месяц игнорировал супругу в ее поездках по гостям. Нет, они катались всей дружной толпой, но все же некрасиво получилось. Общественная жизнь постепенно входит в свое привычное русло. Те, кто сохранил состояние и не отправился на каторгу, дают балы и просто ездят друг к другу в гости. К тому же в крае появилось достаточно много русских помещиков и служащих. Которые тоже активно интегрируют совместное общество. По крайней мере, предстоящий прием у генерал-губернатора в Вильне надо обязательно посетить. Можно вообще перевести весь наш табр в столицу на несколько недель. Агнашка права в двух вещах. Негоже оставлять молодую супругу одну и игнорировать приглашение соседей. Нам еще с ними жить, да и детям нужно общение. Проявила женскую солидарность Катарина. Что касается Тулы, ты действительно собрался переезжать? Опять они атаковали меня с двух сторон. И ведь сразу спелись, ни разу не ругались и не делили власть. Тетя занимается хозяйством, супруга больше выполняет представительские функции и неожиданно увлеклась ювелирным производством. По крайней мере, недавно, когда мы посещали Минск, она затащила меня к Залмановичу и чуть ли не насильно заставила составить бизнес-план. Ей как-то проговорился о расширении производства бюджетной ювелирки и создании сети фирменных магазинов. Супруга начала буквально бредить этой идеей. Агнашка, видать, заразилась деловой хваткой у тети, либо, сильно впечатлившись, когда фактически потеряла средства к существованию, решила подстраховать семью со всех сторон. «Пока я в отпуске, со службы меня никто не увольнял, и уже завтра могут призвать обратно, поэтому строить далеко идущие планы не хочу. Тулу я рассматриваю как запасной вариант. В Туле достаточно развитое производство, можно быстро купить любое сырье, и туда легче переманить толкового специалиста, чем в наш углуш», отвечаю тете под внимательным взглядом супруги, которая очень не хочет ехать в город оружейников. Но для ведения дел наиболее предпочтительным является Санкт-Петербург. Там легче продвинуть будущее изобретение пана Валежинского. Да и идею Агнешки с ювелирным делом лучше начать развивать в столице. Еще девочки могут учиться в Смольном, и в столь большом городе легче найти достойную партию. Смотрю, как у супруги заблестели глазки. При всем своем польском патриотизме она не прочь войти в питерский высший свет. К тому же в Питере живет немало знатных и богатых польских родов. Тетушку же волновали совершенно иные вопросы, более приземленные. «Юзык, а на кого мы оставим хозяйство?» «Я только разобралась с арендаторами и назначила временных управляющих на мануфактуры. Ведь все разрушат или разворуют. Жить в столице удовольствие не самое дешевое. Где взять столько денег?» Катерина тоже не против столицы. Но как человек хозяйственный, привыкший считать каждую копейку, в первую очередь подумала о хлебе насущном. «Я пока просто просчитываю варианты. Если у Болеслава получится завершить опыты и создать рабочую модель к середине года, то нужды в деньгах не будет. Мануфактуры продадим, оставив себе только дома и земли. Если же меня призовут на службу, то будем смотреть, куда и на какую должность. Лучше отставка, чем ссылка в какую-нибудь глухомань. Мне не хочется хоронить себя подобным образом. В случае, если это будет что-то действительно важное для страны, немного изменим планы. Развитие семейного дела будет идти медленнее, так как служба потребует всех моих сил. Но пока давайте оставим эту тему до нашего возвращения из Европы». «Перед этим нам не мешало бы съездить в Вильню. На бал, который дает губернатор. А у тебя нет приличного костюма», — начала ворчать тетя. «И даже не думай отказываться. Я слышала, что тебе хотят дать медаль за богоугодную деятельность. Шутка ли? Открыть четыре школы, дом для сирот, больницу для бедных, взять на содержание два десятка оказавшихся в трудной ситуации детей шляхтичей. Еще и семь студентов, которым ты оплачиваешь проживание в Вильне, при этом шарахаешься от людей как отшельник или какой-нибудь преступник». «Наверняка многие будут говорить, что Юзеф Козел Поклевский таким способом замаливает свои грехи», — грустно смехаясь в ответ на тетину сентенцию. «Плевать, что несут всякие глупцы и завистники. Почему большинство из них не следует твоему примеру? Хотя многие могут похвастаться даже большим состоянием, нежели ты. Поэтому плюнь и смело езжай на бал, а далее уже катите в свою вену». Да, я тут неплохо поработал над помощью людям, пострадавшим от восстания в крае. Но общество откровенно чурался. К тому же просто не было времени. Когда дамы ушли по своим делам, я тоже поднялся и захватил с собой газету. Катарина Женщина Неглупая может проверить, что напечатано в газете. Кроме небольшой статьи о положении дел в сталелитейной промышленности Пруссии, там была одна интересная заметка. В Лондоне недавно прошел крупный митинг в поддержку польского восстания, которое Россия уже фактически подавила. Народ присутствовал самый разношерстный, представляющий многие страны Европы. Итогом этого сборища стало решение создать Международное товарищество рабочих, которое в моей истории обзовут первым интернационалом. Мне забавно читать о подобном названии, так как среди организаторов данного действия простых работяг точно не было. Но суть не в этом. Я не сдержал эмоции. Ведь будто, предвидя подобное развитие ситуации, отправил Фредди в Пруссию, дабы он там прозондировал пару вопросов. Если у немцев все получится, то надо быстрее собираться в Европу. Сразу после бала сядем в поезд и поедем в Вену. Ведь тетушке может стать хуже, а мы не успеем. Ха-ха. — Что значит любое количество? — удивленно спрашиваю немца. Фредди вернулся сегодня утром. Я дал ему возможность привести себя в порядок и наведался в его флигель ближе к обеду. Мой помощник с удовольствием заправлялся наливкой, так как во время операции у нас запрещено пить алкогольные напитки, кроме легкого пива. Поэтому Фредди после плотного обеда развалился в кресле, пыхтел ароматной сигарой и опустошал бутыль немалых размеров из моих погребов. Контора Нобелей. Доставить нитроглицерин с капсюлем собственного изобретения практически в любых количествах. Более того, шведы это сделают быстро, даже с учетом сложности судоходства в это время. Но, насколько я понял, у них есть большие запасы продукции на складе в Пруссии. Это сократит сроки доставки, произнес немец и со счастливой улыбкой сделал добрый глоток из стакана. Но мало довести продукцию надо, чтобы ее пропустила английская таможня, говорю скептически, боясь пугнуть удачу. Никому не отдай этого дела. Платите стандартную пошлину. Это может сделать за вас даже поставщик, если заранее перевести ему деньги. Кроме того, так как нитроглицерин достаточно нестабилен, нам его доставят прямо на склад сами шведы. Все упирается в финансы. Это прямо праздник. Не понял? Почему праздник? Уточнил немец. Потому что у тебя он скоро заканчивается, обламывая Фредди в лучших чувствах. Тот с недоверием смотрит на меня, ожидая окончательного вердикта. Даю тебе два дня на отдых, затем возвращаешься в Гамбург и делаешь заказ. Вес и прочие детали я тебе укажу. Надо все посчитать с нашим профессором. Далее ждешь моего сообщения из Вены. После этого едешь в Англию, где принимаешь груз. Мы с Янкой подъедем немного позже. Другие инструкции тоже получишь послезавтра. Пока же отдыхай. Лучше бы я сразу отправился обратно, чем начинал расслабляться. Немец махнул стаканом и расплескал наливку. Мне же было не до его ворчания. Выйдя на улицу, я с удовольствием втянул морозный воздух и выдохнул пар. Улыбка сама собой появилась на лице. Надо же получить такой подарок. Можно сказать, что это мир непуганных идиотов. Ничего страшного. Доктор Коля Смирнов прибыл вас лечить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...